Здравствуйте, дорогие наши друзья! Вы на канале анекдоты от А до Я. Знаете, говорят, иногда наше счастье не в том, что мы что-то получили, а в том, что мы что-то не потеряли. Поэтому, чтобы не потерять нас, подписывайтесь на наш канал, ибо с нами тяжелее жить, становится легче. А мы начинаем. Малыш, хочу открыть тебе страшную тайну. Кожаный намордник и поводок в спальне твоих родителей еще не значит, что они тебе на день рождения купят собаку. Один молодой человек из Шотландии приехал, поступил в Оксфорд. Все у него хорошо, и вот через какое-то время к нему приехали родители, говорят, сынок, как ты здесь живешь, как учишься. Говорит, нормально, вот учусь хорошо. Вот это мое общежитие, это моя комната. Они говорят, как ты здесь живешь? Говорит, ну, как сказать, не очень весело, понимаешь, мама, папа. Иногда ночью мой сосед вот этот здесь спит, он просыпается и начинает громко орать. Да ты что? Говорит, да. А вот этот сосед, здесь он спит, на этой койке, он тоже подрывается среди ночи и начинает биться головой от стенку. О, сынок, тебе, наверное, очень тяжело здесь с ними жить. Говорит, а, я не обращаю на них внимания, я беру валынку и всю ночь играю. А я вам напоминаю, что в конце каждого месяца мы подводим итог на лучший комментарий. И, конечно же, победитель получит от нас приз. От нас, от Валерия Астахова и Владимира Ямненко. А мы продолжаем. Открыл я перед Новым Годом холодильничек, и он полностью забит, ну просто некуда ничего вставить. И все это, жена говорит, на Новый Год. Потом выяснилось, что это на весь год. Сынок, перед свадьбой должен тебе сказать, даже в сексе ты должен оставаться мужчиной. Это как, папа? А так, что не только в лифте, но и в оргазме. Только после дамы. Понял, нет? Забегает блондинка к шефу и кричит, шеф, шеф, вашу машину только что угнали. Он говорит, как? Ты вызвала полицию? Она говорит, да, вызвала. А запомнила бандитов? Говорит, нет. Я записывала номер машины. Вот раньше девушки смущались, когда кто-то видел их трусики. Поэтому носили длинные юбки. А сейчас носят такое короткое мини и даже не смущаются. А почему? Потому что трусики надежно спрятаны. Где? Где, где? Там и в жопе. Жена мужу говорит. Так, дорогой, а ну-ка иди сюда. Ты что, носки сменил? Да ну-ка, в глаза мне, признавайся, кто она. Дорогой, я не кончила. Дорогая, у тебя было столько же времени, сколько и у меня. Значит, ты не умеешь правильно распределять его. Тебе нужно срочно пройти курсы тайм-менеджмента и все. Похороны. Молодая вдова, вся в черном, рыдает, у нее от слез красные глаза. Священник отпевает покойного, читает молитву, а затем говорит напутственные слова. Да, от нас ушел наш любимый муж, наш любимый сын, отец. Он ушел от нас навсегда. Но ушел он в другой мир, где уже приоткрыл, наверное, дверь и увидел тот новый мир, где его встретят радостными словами, улыбками. Поэтому, прощаясь с ним, вспомните о нем все хорошее. То, что видели вы в нем, за что любили его, за что обожали его, вспомните его последние слова. Вы помните его последние слова? Вдова, рыдая, говорит, да, помню. И какие же были его слова? Ты из этого ружья корова даже в слона не попадешь. Переполох в мире животных устроил мотылёк, живущий один день. Он взял ипотеку, перетрахал всех гусениц, набухался, набил морду жуку и сдох. Не жди пенсии, будь как мотылёк. Да-да-да. Друзья, если вы вдруг пошли на работу в плохом настроении, все очень просто. Значит, вы просто встали не стой. Доктор, вы знаете, у меня появились мысли о суициде. Что это значит? Это значит, дорогуша, что с этого момента мы работаем по предоплате. Муж-жена в постели, он к ней всё время пристаёт, лащит её и говорит, ну, любимая, ну, давай, давай. Она говорит, так я не могу, у меня голова болит. Он вздух не выдерживает, говорит, я тебя что, думать заставляю, что ли? Девушка, у меня сегодня день рождения, не соблаговолите ли вы мне? А чего же соблаговолю? Но глотать не буду. Ух ты! Ну, хорошо, тортик я у вас тогда потом куплю. Парень встретился с девушкой, прошли они вместе пару шагов, а он говорит, ой, извини, я кое-что забыл, мне нужно вернуться. Она говорит, что ты там забыл? Я забыл остаться дома. Мужчины улыбаются восемь раз в день, в то время как женщины шестьдесят два раза за тот же промежуток времени. Учёные, которые пытались выяснить этот феномен, пришли к ошеломляющему выводу. Оказывается, мужикам нихуя не весело. Ну вот, дорогие друзья, на сегодня и всё. А вы не забывайте о ваших комментариях, ведь наши призы ждут победителя. Ну а пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова